Сейчас есть фанатия глобализации, то есть вы, находясь у себя дома, вы можете создать программу, которой будет пользоваться весь мир. Вам ничего для этого не надо. Вам нужен ваш ноутбук, ваш мозг, и вы делаете то, чем пользуется весь мир. То есть у вас неограниченные клиенты на вашу продукцию. Соответственно, вы можете сделать что-то, чем будет пользоваться вся Америка. Вы можете сделать что-то, что будет приносить пользу, приносить вам доход. И все, что вам надо, это только ноутбук и ваша голова. Именно поэтому в IT сейчас она так бурно развивается, все больше людей в Украине идут в эту отрасль, потому что из-за того, что вы можете работать наравне с американскими программистами, наравне с европейскими ребятами, зарплаты в этой области тоже соответственны. Они гораздо выше среднего рынка по Украине. Поэтому те, кому сейчас может быть интересно математика, физика, инженерные какие-то науки, я бы советовал обратить внимание именно на программирование. Интересно, просто есть ребята, которые уже решили, что мне интересно программирование, я буду этим заниматься. Если есть, поднимите руки. Вот, два человека. Хорошо, я думаю. А есть ребята, которым интересна математика, точные науки, которые любят инженеры и так далее? Есть ли они? Просто кто вообще математику любит? На самом деле, если немножко затронуть математику, то вот еще, особенно кто 10-11 класс, я бы советовал присмотреться у вас еще валом времени, чтобы определиться в жизни, потому что я знаю, я был в школе, все любят говорить, что зачем мне нужны косинус и синус, я не буду учителем алгебры. Кто считает, что косинус и синусы нужны только учителю алгебры? Ну, естественно, если поднимайте руки, я знаю, что у нас в школе так многие считали, например. Хорошо, а кто знает, зачем нужны косинус и синусы на самом деле? У тебя какие-то примеры знаете? Где они вычисляются? Все знают. Ну вот, банальный пример. Все играют в компьютерные игры, да, все видят компьютерную графику. За одну секунду ваш компьютер вычисляет 100 миллиардов косинусов и синусов, когда вы играете в компьютерные игры. То есть вся трехмерная графика построена на геометрии, тригонометрии. Там вычисляется сумасшедшая число этих функций и гораздо сложнее. То же самое происходит, например, при управлении самолетом. Вот у самолета есть автопилот. Я думаю, все слышали, что сейчас современные самолеты, они оснащены автопилотами, которые за пилота, грубо говоря, управляют, решают все его задачи. Вот для того, чтобы автопилот смог вести самолет, он решает сложеннейшее, есть такое понятие в математике, дифференциальное уравнение. Это гигантские системы сложнейших уравнений, которые, вот 10-11 класс, не знаю, вы производные, 11-й должен был пропитывать. Пучал. Пучал. Вот, супер. Производные есть. Вот есть уравнения с этими производными. И чтобы самолет правильно летел, надо решать сложнейшие системы. А я уже молчу про полеты в космос, которые сейчас тоже становятся популярными. Поэтому, ребята, у кого есть желание, если есть интерес к математике, поверьте, это очень классное и интересное занятие. И вот был, я не знаю, наверное, знаете, что премии, Нобелевские премии по математике, они не вручаются. Говорят, что у Нобеля были какие-то недружеские отношения с математиком, он решил их, так сказать, наказать. Но на самом деле это не так. На самом деле очень много математиков получают Нобелевские премии, например, по экономике. И хороший пример это, кто смотрел «Игры разума» с Расселом Кроу? Такой фильм. Вот пару человек смотрел. Посмотрите, очень интересный фильм. Во-первых, там играет Рассел Кроу, ну, гладиатора, наверное, больше смотрели с ним. И во-вторых, он играет действительно человека, который жил. Это Джон Нэш, известный американский математик, который получил Нобелевскую премию именно по экономике. И у Джона Нэша, когда последнее интервью у него брали, у него спросили, как вы считаете, математика может принести большие деньги? Он говорит, что, он ответил знаменитую фразу, что сама по себе математика вам не поможет заработать денег, но она позволит изменить ваш мозг так, что вы сможете заработать эти деньги, какие захотите. Ну, это если так взять прелюдию к математике, я объясню, почему я о ней заговорил, потому что я, когда закончил университет, я уже занимался программированием. Школу я уже занимался программированием. Я пошел еще в седьмом классе, на самом деле, на курсы. Гелеля тогда еще не было вообще. У нас были в Одессе компьютерные курсы просто. Мы учили пасхали, это такой самый примитивный язык, на котором все учатся. И я знал, что я пойду поступать на программиста. Но я не знал, куда. И, слава богу, мне вовремя рассказали, что надо поступать не просто на программиста, а надо поступать на математику. И я поступил на прикладную математику университета Одесского. Это считается одним из самых сложных факультетов там. Сложняет только классическая математика. И, в принципе, первые два года проходили очень сложно, потому что мои друзья, знакомые ребята, они в институте, все хотят поступить в институт, там, да, знают веселье, кампании, гульки и так далее. Вот у нас на прикладной такого не было, потому что первые два курса были достаточно жесткие, и приходилось очень много заниматься. Но вот здесь такой момент, который, наверное, в жизни может ко всему примениться. Чем больше вы вложите в себя вначале, тем больше вы потом получите. То есть если вы будете в институтские годы гулять, забивать на пары, проходить мимо, грубо говоря, всех этих занятий, получите в конце диплом, то это вам ничего не даст. Если вы будете себя приучать к тому, что надо работать, надо заниматься, причем не обязательно только по институтской программе. Вы можете найти себе в вашей профессии в любой вектор развития какой-то и заниматься самостоятельно, обучаться им. Потому что есть такой миф, я не знаю, как он у вас, что если вы заканчиваете вуз, что-то вы сразу получаете работу. Закончили вуз, идете работать. На самом деле такого нет, потому что если вы закончите вуз и не будете интересоваться своей специальностью, любой, у вас большой вероятностью никакой работы не будет. Чтобы получить работу, вы должны уже в вузе проявлять активность, сами учиться чему-то дополнительно, кроме того, что вам дает вуз. И по окончанию вуза у вас уже должны быть знания, которые необходимы вашему работодателю. Потому что всегда основной вопрос, например, мои друзья, которые учились в вузе, у нас там, у меня много ребят учились, например, на экономистов. Как Вадим в том же университете в Нархозе, который закончил Вадим. И они говорят, ну вот, мне предлагают какую-то работу, я не хочу идти там меньше, чем на 200 долларов работать, я же там учился 6 лет и так далее. Но основной вопрос, а что ты можешь предложить работодателю? То есть все думают, что если вы 6 лет отучились, вы уже ценны для работодателя, я уже там могу торговаться. Но на самом деле нет. Вы ничего не стоите, пока вы не умеете, пока вы не приносите какую-то пользу конкретную. И вот во многих специальностях, например, яркий пример, у нас в фирме работает наш ведущий дизайнер. Эта девушка, она работает, начиная с 11 класса школ. И она работает дизайнером, она начинала работать просто бесплатно. Она бесплатно делала работы, училась, работала с дизайнерами другими, получала опыт. Когда она получила навыки вот этой бесплатной работы, которые уже можно продать за минимальные деньги, она начала получать небольшие деньги, потом все больше, больше и больше. Поэтому, например, в работе дизайнера, в других работах, которые требуют от вас очень большого умения какого-то, и есть люди, у которых можно учиться, по-моему, очень здорово идти к людям, которых вы цените, которые для вас являются каким-то мерилом хороших работников, и просто бесплатно с ними работать, чтобы получать какой-то опыт. У мозга есть такое понятие инерция мышления. И вот школа, понятие детский садик, школа, университет создает эту инерцию. То есть вы знаете, что после школы обычно все идут в университет, после университета все обычно идут работать, и вы особо не задумываетесь, куда конкретно я пойду работать. Ну, поступлю в институт, там разберусь уже, куда пойду работать. Вот я советую вам все-таки задуматься, у вас сейчас есть много времени еще до поступления в ВУЗ, у десятых классов тем более гигантское количество. Я советую задуматься о том, кем вы хотите себя видеть в жизни. Просто не поддавайтесь инерции мышления и не делайте что-то неосознанно. Задумайтесь, остановитесь, посмотрите, что вам нравится. В любой профессии, которая вам нравится, можно получать достаточно денег, чтобы обеспечивать себя и свою семью полностью в любой. То есть в IT, конечно, сейчас есть перевес. И преимущество именно из-за того, что IT находится на глобальном рынке. То есть, грубо говоря, мы с вами, сидя здесь, сможем общаться с американскими коллегами, создавать продукт, как я уже говорил, с кем угодно. Вот из-за этого стоимость оплаты труда айтишников, она сопоставима с мировой стоимостью. И, естественно, еще это связано с тем, что в Украине, это действительно, я могу подтвердить, я знаком с гигантским числом ребят, программистов, математиков, логаритмистов в Украине. Очень талантливые ребята. У нас реально есть украинцев, есть талант на разработку, на математику, на точные науки, инженерию, на все подряд. И на мировой уровень. Очень много наших ребят, с которыми я знаком, например, компанию Facebook точно все знают, да? Компания Facebook просто там два года подряд пыталась уговорить нашего разработчика устроиться к ним на работу, реально. Он там Google еще пытался уговорить его тоже, он метался там куда пойти. Это лучший математик, который в Харькове был. Я знаю его и так далее. Поэтому сейчас, имея только голову, можно реально устроиться очень хорошо, если вы любите то, что вы делаете. Если вам интересно, занимайтесь этим. Неинтересно, найдите то, что вам интересно, занимайтесь этим, развивайтесь. Главное, не стоит ждать, что вас чему-то научат сами. Всему учитесь сами. Мы с ребятами, которые организовали компанию, на самом деле, были знакомы лет пять, когда мы стали, решили, что будем организовывать. И на четвертом курсе, когда мы уже были, мы познакомились с Виктором Шабуровым, это инвестор американский, который искал ребят, которые хотят что-то сделать. Нас с ним познакомили, и после небольшого переговора мы решили, что мы будем заниматься дополненной реальностью. Это сейчас очень популярная область в IT. То есть вы берете вашу камеру мобильного телефона, наводите ее на какие-то предметы, и кроме оригинального видеозапрожения, которое вы все видите, появляются дополнительные объекты какие-то. Мы с ребятами, у нас было четыре человека всего, это, не знаю, четыре ваших школьных друга, так у нас четыре ребята из моей группы в университете. Мы с ними первые три месяца буквально просто читали материалы, ознакомились с тем, что есть вообще в этой области. После этого мы, опять же, где-то пару месяцев углубились в разработку, через полгода выдали первый продукт, и стали после этого расширяться. У нас получилась очень интересная ситуация, что где-то через год у нас уже был продукт, который мог конкурировать с мировыми продуктами на этом уровне. Лучше почти не было. И, соответственно, из-за того, что у нас появился продукт мирового уровня, мы могли его продавать тоже на мировом уровне. У нас были клиенты из Китая, вот Sony, всем известная компания, например. Еще другие ребята, точнее, другие компании, о которых не могу говорить все. У нас появились клиенты, и, получается, сидя здесь, в Одессе, мы взаимодействовали с крупными международными компаниями. Продолжение следует...